На канале РТВ и новости продолжаем выпуск. Международный масштаб неожиданно приобрела сугубо местная история латвийской Юрмалы. В центре скандала новая эмблема города, разработанная по заказу городской думы. Власти пытались сделать Юрмалу узнаваемой и привлекательной для туристов со всего мира, но, по мнению политиков-националистов, налицо явная провокация. В символике прослеживаются мотивы российской угрозы. Логотип напоминает георгиевскую ленточку. Репортаж нашего корреспондента Евгения Эрлиха. Художника обидеть может каждый. В данном случае обидели целый коллектив художников. Почти год дизайнеры работали над созданием нового образа старой Юрмалы. Начали, как водится, с логотипа. Логотип — это, по сути, товарный знак, символ. То, что узнается с первого взгляда и вызывает у окружающих правильные эмоции. Непростая задача. Как выделить приморский курорт среди сотен других приморских городов? Повсюду. Солнце, воздух и вода, бирюза, чайки над волной. И прежняя Юрмала была скроена по тем же самым клише. Хотелось чего-то своего, неповторимого. Мы хотели создать не просто логотип, не просто конкретный знак Юрмалы. Скорее, новый язык города. И нам показалось, что главная особенность Юрмалы — это ритм. Ритм во всем. Мы чувствуем его, глядя на волны. Он графически оформлен на песке, когда вы гуляете по пляжу. Это какое-то общее равновесие, баланс, такой вот ритм жизни. В итоге город обрел новый язык, новое лого. Заглавное латышское Ю — Юрмала. Ритмический рисунок — максимальный лаконизм. Зато на этом языке может разговаривать все окружающее пространство. Стиль Юрмалы — он теперь в одежде, и в мебели, и в архитектуре. Что и требовалось доказать. Депутаты городской думы проект одобрили, и логотип пошел в народ. И тут случилось непредвиденное. В народе начались творческие диспуты. Кто-то разглядел хоккейную клюшку, кто-то рыболовный крючок, матрас, арестантская роба. Всю жизнь с протянутой рукой. Смысловые галлюцинации взорвали город. Разгневанные горожане объявили акцию протеста. Многие мне окружающие сказали, что это ужас, что это не похоже вообще на Юрмала. Зачем это вообще сделали? Зачем Дума не посоветовалась ни с кем, приняла вот такую вещь? Они хотят, чтобы Дума посоветовалась и отказалась от ритмичного логотипа. Подписные листы теперь можно найти в самых неожиданных местах Юрмалы. Например, в фитнес-центре. Качай руки, качай права. Власти недоумевают. Город потратил 50 тысяч евро на разработку концепции развития. Это пошаговая инструкция. 300 страниц, как привлечь иностранного туриста на Балтийский курорт. Как сделать Юрмалу обаятельной и привлекательной. Логотип сейчас принят. И он даже не начал жить, как всем уже есть что сказать. А может быть подождем и посмотрим, какой контент у нас Юрмал. И как он говорит с нашими гостями в Юрмале. Надеетесь, что он понравился потом? Да. Новая стилистика уже становится частью городской среды. Вот праздник открытия летнего сезона. Вроде публика довольна, без претензий. И, наверное, городские власти отделались бы легким испугом. Но тут проснулись депутаты от национального блока. Они разглядели в символе города Георгиевскую ленточку. А это уже предательство интересов Родины. Как там в песне поется? На Рижском взморе воздух свеж. Там бродит девушка моих надежд. Но сегодня здесь никто не бродит. Хотя излишне повторять, что для российских туристов Юрмала одно из самых излюбленных мест отдыха. Вот эта вот российская составляющая превращает этот город-курорт в том числе и в центр политических баталий. Ведь что говорят латыши-национал-патриоты? Как здесь у нас в Юрмале отдыхают русские оккупанты? И это совсем не смешно. Для Юрмала туристы из России были главной статьей бюджета. В этом году их вдвое меньше. Кризис, санкции. Потому городская дума и решилась переформатировать курорт. Сделать его понятным и для туристов из Европы. Ведь дизайн в современном мире это язык. Это язык общения. Но теперь в Юрмале говорят языком юридических норм. Запретить, постановить, рассмотреть, отказать, отменить. А местные наблюдатели гадают, за кем же в этой истории останется последнее слово. За жителями, политиками или дизайнерами. Евгений Орлик, Данил Жилинский, Евгений Павлов. Балтийское бюро. Сегодня в степях Казахстана успешно приземлилась капсула «Союз» с тремя космонавтами на борту. Экипаж МКС должен был вернуться еще месяц назад. Не без проблем прошла и вторая попытка отправить космонавтов домой. Спуск «Союз» осуществлялся после нештатной ситуации. Во вторник на корабле по ошибке сработали двигатели. Экипаж 43-й международной космической экспедиции находился на орбите 199 дней. Возвращение было отложено после аварии российского космического грузового корабля «Прогресс». Из-за задержки один из астронавтов, итальянка Саманта Кристофоретти, поставила рекорд пребывания женщины в космосе. На МКС она проработала более шести месяцев. Новая веха в истории легендарной кинокорпорации «21-й век Фокс». В отставку уйдет ее глава Руперт Мердок. Уроженец Австралии, один из самых влиятельных бизнесменов в мире, является также создателем крупнейшей медиакорпорации США. В нее входит известная киностудия «20-й век Фокс», несколько телеканалов, а также ряд крупных печатных изданий. Состояние Мердока оценивается более чем в 10 миллиардов долларов. По данным СМИ, 84-летний медиамагнат продолжит владеть контрольным пакетом акций компании и будет работать в ней исполнительным директором. Но бразды правления «21-й век Фокс» он пообещал передать сыну Джеймсу. Это все новости к этому часу. Итоги информационного дня в следующем выпуске новостей на канале RTV в 7 вечера по времени Нью-Йорка. Далее в эфире программа «Особое мнение». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова